Ротари и ротарианцы И эту замечательную женщину зовут Татьяна Веркина Здравствуйте, Татьяна Добрый день Татьяна, вот сегодня собралось очень много людей Причем мне, как ротарианцу и как ведущему программы Ротари и ротарианцы Много очень знакомых людей, которые являются моими друзьями И все собрались по одному поводу Из разных городов, даже из разных стран здесь в Харькове Скажите, пожалуйста, что их привело сюда, в Харьков Вот в этот замечательный сегодняшний день В этот день их, конечно, привело желание быть участниками Харьковских ассамблей Идея эта зародилась очень давно Я только хочу уточнить Я была пас-президентом не ротари-клуба Харькова, а это был самый первый клуб города Харькова Который создал Владимир Шипетин И он был, естественно, первым президентом, основателем всех наших клубов И вот затем он передал браздеправление Мне и мне так посчастливилось Я провела первую всюукраинскую конференцию ротари-клубов Которая именно в Харькове и произошла А с 91-го года я начала делать Харьковские ассамблеи И наш клуб тогда единственный Очень помогал и поддерживал фестиваль А затем, когда тоже благодаря Шипетину У нас клубы стали разрастаться И это замечательно Я считаю, что это очень важное направление И невероятно благодарно людям, которые верны идеалам ротари Потому что это объединение людей И единство людей всего мира И возможность Украине интегрироваться в мировое пространство И открытые границы А всему этому служили и служат и Харьковские ассамблеи Поэтому у нас как-то идейно мы очень совпадали идеологически Всегда, изначально Татьяна, вот Харьковские ассамблеи Вот для вас абсолютно понятное, так сказать Наполнение, звучание и прочее Что это такое? Объясню Ну, вы наверняка помните 90-й год И вы помните состояние души Практически каждого живущего на территории тогдашнего Советского Союза И особенно это чувствовали музыканты и артисты Может быть потому, что по природе Обычно художники и музыканты чувствуют Вот эту надвигающуюся опасность И надвигающуюся беду, грозу И какие-то изменения первыми Ощущение такой безысходности И усталости было невероятным А поскольку в 90-м году ушел из жизни мой отец Основавший не только институт физики низких температур Но и при ней филармонию При этой организации он создал филармонию физиков И последние его слова были В буквальном смысле последние Без преувеличения Заметьте, физик абсолютно Как он себя называл Практический человек В этой стране гибнет культура Если не остановить этот процесс Эта страна погибнет Причем он имел в виду не Советский Союз Он жил и создавал все именно в Украине И конкретно в Харькове Для него было вот это очень важно Поэтому провожая его в последний путь Я поняла, что если я не наполню жизнь чем-то нормальным То возникает вопрос, а для чего мы живем И мы решили делать фестиваль Поскольку я четко понимала, что институт я не создала Я не могла предчувствовать тогда, что на меня свалится университет И мы начали готовиться к этому фестивалю Который мы сделали в октябре 1991 года А вы все помните, что случилось в 1991 году в августе И вот более радостного события в моей жизни не было Чем 1 сентября 1991 года Когда мы вышли на работу И первые слова моих коллег были Что они переживали Не по поводу этой группы ГКЧП А по поводу того, что эти негодяи сорвут проведение Харьковских ассамблей И сорвут проведение Дней Моцарта в Харькове Потому что первый фестиваль был посвящен Великому Солнечному Моцарту Потому что люди ждали этого солнца Потому что из этого туннеля надо было выйти на Божий свет И вот этому был посвящен фестиваль И с тех пор каждый год фестиваль носит имя определенного героя И в этом году это не случайно эти титаны барокко Потому что нам нужно почувствовать опять внутри себя Вот этот стержень и ощущение стабильности А бар Гендель из Карлати Это в этом отношении уникальные люди Понимаете? И архитектура барокко, и музыка барокко Она дает невероятный оптимизм Она дает нам ощущение того, что мы с вами в доме В крепком доме, в нерушенном доме Мы его выстроили И мы должны его просто сохранить Татьяна, вот фестиваль, ассамблеи Он же очень емкий, обширный по продолжительности По количеству участников Да А есть вот как бы частичка ротарианского в этом фестивале Вот какая частичка ротарианского в ассамблеях в Харьковской? Вы знаете, вот особенно в последние пять лет Очень существенно Я повторюсь, может быть Но телезрители этого не знают Когда я спустилась со сцены вчера на открытии И прошла мимо первого ряда Я почувствовала, что у меня мощная стена Потому что первые ряды были заняты членами ротари-клуба Все члены ротари-клубов города Харькова Были в концерте Потому что они тоже это воспринимают Как уже не наше узкое дело А это их дело Потому что это их жизнь Это наполнение души и жизни Их детей, их внуков уже То есть они понимают, что мы должны все вместе сохранить То, что нам оставили наши прадеды, деды и отцы И кроме того, они поддерживают естественно финансово Потому что вот эти ротарианские стипендии Это колоссальная подпитка молодежи Которая не разбежится, а которая останется в Украине Которая будет работать на эту страну Которая будет учить ваших детей, ваших внуков Которая будет играть для вас Которая будет ставить спектакли Для всех нас Понимаете? Вот скажите, пожалуйста Вот этот вот Где-то может быть даже титул Даже какое-то звание Да Артарианский стипендиат Да Вот это ж не просто, наверное, человеку прийти к этому Конечно К артарианской стипендиат Какой путь они проходят Это конкурс, это конкурсный отбор Мы и на кафедрах, и на ректоратах Мы отбираем ребят, которые могут претендовать на это звание Это всегда лучшие из лучших И, между прочим, вот даже сегодняшние артарианские стипендиаты Они все или получали стипендию президента Или получали стипендию Верховного совета То есть это ребята, которые в комплексе Как-то настоящие, понимаете? Они не только узконаправленные занимаются по специальности А дальше это очень интеллигентные, очень образованные И очень невероятно ответственные молодые люди То есть артарианский стипендиат Это не просто исполнитель, не просто талантливый музыкант Это еще и человек с большой буквы Это гражданин страны Хорошо, Татьяна, вот известное выражение Когда говорят пушки, музы молчат Я сегодня об этом думала Вот мне очень хочется вот это вот перефразировать другое Когда говорят музы или когда звучит музыка, пушки замолкают Вы абсолютно правы Вот, наверное, очень большого стоит движение человеческой цивилизации По эволюционному, как говорят, пути Когда мы придем вот к этому Звучит музыка, пушки замолкают И я думаю, что вот эти вот Харьковские ассамблеи Вот эти мероприятия, которые сегодня проводятся Артарианцами по всему миру, направленные на повышение культуры и прочего Это шаги вот в этом направлении Цивилизация человеческая будет считаться цивилизацией тогда Когда звучит музыка И не просто музыка, но музыка классическая Спасибо за внимание Вы просто как будто бы вот зашли в душу и услышали голос сердца Поэтому я вас искренне благодарю и за Харьковские ассамблеи И за вашу и гражданскую и человеческую позицию А самое главное за ваш оптимизм Что бы ни происходило, мы все равно играем Играем Спасибо большое Спасибо большое Всего вам доброго успеха Спасибо